ну что ребят здравствуйте приветствую мы продолжаем проходить black book и остановились мы с вами кстати я даже не помню на чем к сожалению да но если так же весело и также не помните ли вы не знаете на чем остановить посмотрите в верхнем правом углу подсказочку на прошлой серии на плодис плодис еще есть в описании в данной игре сейчас вижу что у нас новая dlc появилась интересно посмотрим будем проходить или нет но сажать поудобнее для тебя тебя 5 5 5 5 5 5 при этом просмотра мы собственно начинаем эта игра у нас снимается без мата так что семьи можешь спокойно сесть посмотреть так вот чё не будет реально при этом просмотр да вот здесь мы со всеми сновидеть роль даже да 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 здесь мы совместно из к этому дошли и итоге вот какой-то заводской избавлова здесь своими статьи и остановить реально а чё на с тобой здесь вы две печати это я помню что у нас с тобой есть что именно еще у нас здесь есть нет тут утром имбовые вот two и где здесь он здесь ей же да да но я бы честно вот это попробовал бы вот эту тему вот эту давай я вот эту уберу одну туда вот такую запихну мы убираем с тобой и берем вот это так вот наверно правильно так что тут они шо я все закончили все закончили да давай-ка их никуда не буду вообще больше отправлять тушь мой секунд нас ёптает такой вообще никуда не буду отправлять в принципе посмотрим чем хочет а слушай прошка ты видишь нечистого на заводе своим бесовским взором да нечисти везде пол и на заводе по встречаем но это же не значит что мы во всех бедах виноваты ну часто как раз таки вы это все ваши россказни друг другу вон погляди на меня до пушистый а кроме тебя-то я еще не знала сколько чертей встречала дак чё-то мало пушистых ты их просто плохо узнала ну ну давай она просит тебя механик контору чё-то соленоска новая ладно никогда мне дверь не забудь затворить мальчик ты чё вообще не все что успокойся успокойся пожалуйста начала так здесь что у нас вот это вот это вот это ветка нужно на паузу поставьте почитать в принципе не вот это ладно чё давай let's go с тобой собственно о мы можем поменять же дед егор для прошка ну по-хорошему ну давай прошку он только у нас есть контору из-за боровского завода туда мы как раз и пойдем с тобой сейчас данту смотри какая маленькая локация довольно-таки но плане путь маленький довольно несколько встретившихся вам рабочих кажутся испуганными даже в эти рассветные часы вы пытаетесь завести разговор но при одном упоминание пропажах они крестятся и поспешно удаляются в завод управления и вы встречаетесь с пахомом говорю довольно так путь маленький даст василиса ну я тебе завод помогу осмотреть большое да и богатство то довольно соль все-таки но со мной везде пустят сначала до насос сходим там алексей к работам насос на башню первый этап добывания соли подъема астала из скважин на не устанавливался насос защищающая его его конструкция башня потом варницу там петр пропал варнице здания где производится выворка соли испарения воды и кристаллизация можем и дамбар дайте там нечисто видели в ту ночь готовы идти или узнать что хочешь что там с алексейкой на насосе пропал он первый как раз работал в ту ночь когда рассол пошел с тех пор про него не слышно может тебе что нового расскажет на насосе готовы идти или узнать что хочешь два про всем пищите знаем расскажи что в варнице работал он остатки соли унимал с цирина в ту ночь у ним к соли процесс сборки соли с цири на из цири на огромные сковороды на особую настил и палате рассолу не было вот мы позже и варить стали в варнице подробнее расскажет готовы идти или узнать что хочешь на черт повторишь ты вот будешь до хороших мы пытались выследить супостата ночью тень углядели хоть и в тумане все было но ее тришка окликнул тень ты так она как начала метаться что твоя рыба так человек не мечется вот у амбара это было где на барже соль грузим готовы идти или узнать что хочешь ну давай пойдем все ясно пара в путь отправляться можно с тобой сюда по идее да нет сюда так идем давайте довольно кину такой очень раз два три 55 задание на вами вырастает высокий силуэт подъемный час не кажется она нависла над заводом как сторожевая вышка изнутри доносятся размеренное шипение парового насоса и агру пять мест дим должны посетить и все уже другая интересно да локация его иди сюда это мастер у нас трубный по бурению знаток такова привел ты от девка знатка из чердани алексей поможет найти а я и гляжу к смачем идет векша пустоволоска с непокрытой головой со всем умом поехал колдунов на завод водить но не забывай с кем говорит что вещи алексейки покажи а мы чё буриль тут годами спину гнули чтоб ты колдовок водила чё ты ее слушаешь она небось не знает ничего слышишь красавица ты хоть знаешь чё на этой башне то делают как используется эта деревянная башня башня рабочий выносит сверток в котором вы находите клочок бумаги с неуклюжим стихотворением черноволосая краса как смоль власа как соль перста как озеро глаза плетет про кого он мог такое написать может какую девку из соленосов полюбил это вряд ли там бы про соленые уши тогда было не знаю про кого это мне он не сказывал ну работать мне пора чё еще хотели что про пропавшего парня рассказать можешь а чё тут рассказывать ладный парень и на чап влезет и смекались механизм понимает выпить любит стервец сейчас небось с петром в кабаке каком пируют эх попадись он мне под руку говорят не чистый утаскивает заводских видел что странное шепотуньи ходят тут по заводу вот чё странно а ну говори чё спрошено да не видел я ничего сами узнаете что нет тут никаких бесов что делал алексейка в башне в ночь когда исчез я его оставил за насосом следить раз рассол пошел особо ничего делать не надо знаю приглядывай он небось заскучал да в питейный дом подался интересно все ясно спасибо за помощь и что думаешь стала с алексейка пока не ясно черти были бы так на месте бы задавили может девка из стиха что-то знает где там петр ты исчез в варнице да она вон там за соляным ларем сначала длиной ларя задание соляной рассол отстаивается часть воды испаряется это соус становится более концентрированным ну пошли агланом а вот что ну ну ладно по дороге к варнице солевара окликает один из рабочих и начинает расспрашивать о пропаже пока пахом занят разговором вы решаете оглядеться тут широкий след будто тащили чё-то ты . вижу еще один вижу какая изба странная и что чё на просоленном бревне огромные следы когтей так может еще здесь есть столько видно соли в последние дни что мешки где не попадя положили ну хорош уже пора нам а ты за работу принимайся погоди не зря мы у ларя остановились я на нем следы когтей заметила такие только у силы не чистой где они ох господи иисусе иисусе помилуй нужно мне взглянуть что там внутри ну чё стоишь открывай ох пахом не гневайся ключ потеряли от двери ну бревна разбери так сильно просолились чё-то нам нужно открыть сегодня пока еще кого нечисть не задавила делай что велено а мы пока до варницы сходим в варнице царит палящий полумрак вы вспоминаете ваш визит в между мирья во время посвящения ведьмы озноб пробирает вас от одного взгляда на раскаленный цирена огромная сковородка на которой рассыл капититься до испарения воды получения соли эй там бросай мешок спросим тебя про петра здравствуйте батюшка ты с петром работал что про него расскажешь так я хочу рассказать не знаю рубил хорошо все стараемся вот как то так чем тут петр занимался да как все пермянку варил эх силач ладно на палате подавал так это он вообще баска соль подавал умение надо не пьющий ничего слышал про окаянного может видел кого так слышал господи помилуй но миновало ничего такого не видел петр все говорил что мы тут сами как черти в пекле я тебе покажу чертей болтай да не забывайся ой прости батюшка не подумал что сказал видел что то необычное так ничего такого трудимся во всю матушка слышал только петр то накануне говорил что жениться собирается отча это еще что за новость на ком так вот странно ага до сих пор не слышал что сватался он а тут про красавицу какую-то заговорил черноволоса белокожа вот про такую рассказывал я думаю может к ней избежал здесь не похоже что нечисть ютится нужно другие места осмотреть ты иди сама дальше а я погляжу что там с ларем соляным стало ты парень со мной пойдешь подсобишь слюной ларь за недественной рассол ставят сейчас вода испаряется ну то стоит уже темнеет поторопи там работников своих умбором ну ну лейтс гоу там можно было в другое место точно уже стемнело а рабочие до сих пор не могут вскрыть соляной ларь в глазах людей вы замечаете беспокойство пахом расхаживает из стороны в сторону и раздает команды кажется он обеспокоен больше других и разрыв трава поможет открыть и и и и и окаянный постарался кажется где-то поблизости травой эту видала рабочие пытаются дверь выворотить вот тут возьмись давай раз два кажется знаю я как дверь открыть да и что за нечисть вас занимает я догадалась какая нечисть виновата в пропаже солеваров банится новая гнаткость затем вы заметили черную тень что чесала волосу воды кажется обычные духи построить тут ни при чем он русалка типа работники твои все про красавицу какую-то говорили один захотел пока его видать она не задавила похоже в соленом ларе воденица фараонка завелась русалка вредоносный дух утопленец в отличие от прочной части очень привлекательным чем пользу для заманивания молодых парней на глубину ой господи я сейчас скрыл эту дверь так я покажу этому нечистому силушку русскую погодите я на дверь пошепчу сторону отойдите дайте векшицы свое дело сделать вы произносите слова заговора и прикладываете разрыв траву кажется дверь в соляной ларь теперь открыта значит с русалкой будем биться или что ваше предположение оказались верны соляном ларе поселилась русалка быстрым движением вы чертите круг и раздумываете над дальнейшим шагом вот мы также чертовка воденица шутовка и другие вот кто-то русал поговорим сначала кто тут шумит еще луна же не взошла батюшки сколько покойников покойники они только спят голубушка ведь луна еще не взошла как же они могут спать если отсюда мертвичи ну если ты настаиваешь я могу разбудить моих друзей нет подожди скажи сначала ты зачем тут чертиха меня мой батюшка послал водяной думаю чтобы я нашла новых друзей с ними мы вместе будем вечно близко друг к дружке как елышка с веточками так ведь ребята трупы только размеренно покачиваются в рассоле осуждаем за что почему ты убила всех этих рабочих убил они живы живы на вечно почему на заводе рассол исчезал и почему снова появился с оливаром повезло что у них есть такая добрая подруга как я я дарю им жизнь любовь и богатство о чем еще можно мечтать чтобы их не топили в рассоле например разве ты поймешь что ты вообще за нечисть такая я как раз хочу открыть водяную печать может твоя душа сгодится как же а я собиралась и тебе предложить вечную жизнь ты очень милая кажется мы сильно похожи но вы достаете гребень что нашли на берегу реки по дороге к заводу точно похоже и гребни то у нас одинаковы где ты его взяла векша я вырву этот гребень из твоих мертвых рог ну let's go скильки 220 называй другую нечисть а подождать почему у вас подожди я не понял чуть-чуть я что-то слегка не понимаю да как будто бы мы же здесь поменяли да почему у нас почему он у него мешочки два что за херня даже этого x нажмем так сделаем с тобой так ну давай и тогда сразу оп 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 и все снимать негативный статус так это да ну давай так чисто пройдемся вот так вот и наверное вот так вот с тобой возьмем пока что пусть вот так будет бан бан значит призовет кого-то да да 14 22 слышь смотри они что-то жестко прям она 24 фигачит а он 14 интересно у 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 была у у у да в м в в и в на нее вот это кинем и наверное вот так вот и не знаю стоит давал так сделаем просто пусть будет так он еще один за добавил но сейчас будет не так сильно не так больно не так больно да да 16 23 до значит 16 23 ну хотя бы так давай вот так сделаем с тобой блин тут еще это вообще жесть сколько у него там подожди сколько у него там 41 41 но тут 8 не мне ничего не добьем все-таки добавить давай сначала в него все это запустим чисто так у ее сейчас будет сейчас будет очень 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 опасно у тип тих 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 34 да не буду сидеть внутри 4 сочный объем только если вот так 510 но 12 всего лишь он объем либо на моих фигачить либо на моих фигачить с тобой давай защиту идем какой могу до 25 7 а а да там порча над бб где-то ошибку совершал пропустить сражению давай так давай сейчас если мы не проходим я пропущу сражением это будет на давай так это будет последних сажение которая пропущу мы пропускали одну сражения с тобой да прошли позапрошлой серии мы пропускали сражения бы это будет Наверное, последнее сражение, которое я пропущу Вот, я просто понял, что надо трав Закупать тут жестко И Надо будет разложить все-таки Нам с тобой Книгу правильно, как я понимаю Поэтому давай договоримся-то вот так Сейчас, если я не прохожу, я пробую Снова пройти, не прохожу Я пропускаю сражение, это будет последнее сражение, которое я пропущу Больше я не буду пропускать сражение Потому что, блин, ну, как бы Теряется смысл, как минимум, да Понятно, что дело сложное, но просто Мне просто именно не хватает трав Либо трав, либо каких-то карт В книге не хватает Что-то там и защиту, да, офигануть Либо как-то убрать что-то там, да Негативный статус, то есть не хватает этого всего Вот, поэтому, ребята, вот так вот Давай попробуем сейчас снова Она накинула на меня, да, ага Субтитры сделал DimaTorzok Ну, отца точку, ты будешь, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень хорошо А он себе накинул Что я сделал? Иначе нажал просто Да, это просто трэш Давай так, значит, я вам с тобой сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не хватит Да, пропустим Что за бред? Алло Чего? Слышь? Что это сейчас было? Ваше предположение оказались... Вы открываете черную... Ну, наконец-то, мы пропустили, мы просто что-то я когда первый раз нажал пропустить, ну что-то про луну как-то как-то баганул, наверное, пролагал и у меня был бой. Поэтому я не пришел заново все это делал DimaTorzok Поэтому я не пришел заново все это делал, да, три раза вот, проиграть вот этой теме, блин, русалки, русалка, пришел три раза еще раз поиграть в эту тему. Ну, первый раз я попробовал, не получилось, конечно, что я просто не хватит либо трав, либо просто не хватает реалии карт. И все. Проклятая Векшица! Не достанешь меня своим черным колдовством! Меня батюшка мой защищает! А без меня ни соли здесь не будет! Ни вечной жизни! Русалка ныряет в рассол и исчезает. Утопленники падают без дыхания и, кажется, замирают навечно. Вокруг на мгновение воцаряется тишина. За спиной вы слышите звуки открывающейся двери. Кажется, пахом нашел в себе смелость забраться в ларь, прихватив с собой икону. Да воскреснет Бог и расточатся в разе его! Все, прогнала я русалку. Ох, слава Богу! Ну, спасибо тебе, Василиса! Подожди радоваться! Она сбежала, но за собой увела ей всю соль! Седлай коней! Надо нам с дедом Егором посоветоваться! Ну что замер? Давай живи, торопиться нужно! Седлай коней! Ну ладно. Еще не нужно было сначала с ней в бой, поняла, идти надо было сначала походить еще по локациям, потом идти к ней в бой. Так, ну давай сейчас мы быстренько с тобой. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Хм. Я даже не знаю, что качать, слушай. Ну, честно бы, я прокачал бы, наверное, либо здесь что-то, да? Но мне очень приглянулась вот эта тема. Вот эта, либо вот эта. Ну, вот эта прокачаем с тобой уже. Что у нас там еще? Где же тебе эта пауза нажмите, посчитайте, кому интересно. Я вроде уже показывал даже. Вася, ты че? Ты че делаешь-то? Меня нельзя гладить. Я тебе не котейка какой. Я нечисть, ясно? Нельзя гладить? Давай-ка я его кочергой огрею, чтобы не собачливым стал. Какой кочергой-то? Ты че, дед, умом поехал? А вдруг лучше суседить начнешь? Я тебя задарма кормить должен, чоли. Вчера он, птица какая-то, залетела. Я ее сам прогонял. А ты где был? А, хоть бы ухом повел, бещичином мохнатым. Ай, ой, сейчас попадешь. Аккуратнее, Егорка. Ладно, понял, понял. Буду суседить как положено. То-то же. Смотри, у меня. В следующий раз Рончи бить буду. С дедом не забалуешь. Мне-то можешь не рассказывать. Вспомнил, как суседкой стал? Вроде бы вспомнил. Мы суседки-то хорошо будущее видим. Ну, а прошлое забывается за века-то. Я, кажется, из Чудского племени был. Из Чуди ты? Мне-то сказывали, что Чудь Белоглазая – это человечки маленькие. А вы коты, оказывается. Это духи такие есть. Чудью тоже называют. Раньше тут люди жили. Племя вроде Пермяко. Давным-давно. Вот я из них-то и был. Там, где церковь-то выстроили, и где я соседил, изба моя стояла. Или землянка. Жил я там, это точно помню. Потом, наверное, и похоронили меня под порогом. Вот я и стал духом домашним. А как избы не стало, и церковь наладили, так туда переселился. Эх, много чего случалось. Я пока повспоминаю, как был с уседкой в той избе. После расскажу. Говоришь, кем угодно обернуться можешь? Могу. Хоть волком, хоть человеком. Но это обычно без надобности. Люд простой нас как тени черные видит. А там уж они сами додумывают, как мы выглядим. В путь уж скоро. После поговорим. Встретил я на медне бабу ту, что леденцы все продавала. Помнишь? Так у нее кила выскочила. Вот такущая. Вот на пол лица. Да. Дальше ты расскажи, как колдуном стал. Ну так вот. Держу я этот колпак. Черт, Прокопия-то задавил. Обратно шапку хочет. А колпак-то разменный. Ему надо дать чё, чтоб разменять. Я-то хоть и малой, да догадался. Чё попросить? Денег? Рубаху красную? Понял я, что коли знатким быть хочу, самому надо соображать. Неси, говорю, книгу черную. На нее колпак сменяю. Исчезло все. Стою я в круге, жду. Долго черта не было. К рассвету только вернулся. Весь изодранный. Видать, не просто книг-то ему досталось. Да справился. В Сухаревой башне была замурована. А сколько лет, уж никто и не помнит. Вот так и получил книгу. Да знатким стал. Все сам, как видишь. Почему люди чертей-то не видят? А кто их знает? Так уж бог, видать, положил. Только знатки так могут. Ну, давай мы с тобой на этом закончим, сохраним. Все-таки это. Спасибо за просмотр. Такая серика была интересная. Довольно-таки прикольненькая. Немного, да, пропустили, конечно, сражение. Самое такое нормальное, да, с боссом. Но там, чего уж поделать, я не мискликнул просто случайно. Вот. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на алтинь. Сложу неприятность за поддержку мне. Твоя. Изодранник, кто это делает. И продвижение канала. В принципе, все, ребят. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте. Где такое тут есть? Нет, только здесь. Спасибо за просмотр.